Более ста нарушений правил рыболовства зафиксировали в Тампонском районе в этом году. На днях там прошел очередной рейд. Патрульная группа обнаружила бесхозные сети, составила соответствующие протоколы изъятия. Обнаруженную в сетях рыбу сотрудники выпустили обратно в воду. За работой сотрудников транспортной полиции именно охраны природы наблюдали наши корреспонденты. Основная задача, поставленная в год экологии, это обеспечение экологической безопасности и сохранение уникальной природы России. Поэтому все мероприятия, проводимые в этом году, носят совместный характер и осуществляются планомерно. Наша задача по охране среды обитания, по требованиям природоохранного законодательства, чтобы не было никаких нарушений. В месячнике светные орудия лова – это как орудие массового истребления. Потому что идет нерест у нас весенне-летний и осенне-зимний. Во время совместного рейда патрульная группа обнаружила бесхозные сети, составила соответствующие протоколы изъятия, обнаруженные в сетях рыбу выпустила в естественную среду обитания, оставив нарушителям рыболовам уведомления, в которых указан адрес, куда они могут обратиться за своим имуществом. Но, как правило, таких смельчаков – единицы. Ниже поселка Сосыльцев, на Киалдан, обнаружены бесхозные сети в количестве трех штук. Мы их сняли. Они застоят нарушение правил рыболовства, пункт 15.4 и 2. То есть они сняли связки. И сеть одна стояла, также нарушение пункта 33 правил рыболовства. То есть рыбалки с этими местами запрещены. В этот год было составлено 105 дел за нарушение правил рыболовства. И это только по Тампонскому улусу. А безрайонная инспекция работает еще и в Татинском, Усть-Майском и Аймеконском улусах. Инна Ханарова, Андрей Сокор, Мария Винокурова, НВК Саха, Тампонский район.